Почему выбраны именно эти города? Да потому что у них есть уже конкретный опыт помощи селу. И надо, как вчера говорилось, обобщить этот опыт, изучить его и поставить на службу продовольственную делу. На встрече в Белгородском обкоме партии присутствуют Егор Кузьмич Легачёв, Виктор Петрович Никонов, Александр Владимирович Власов. Заместитель председателя Совета Министров СССР Иван Степанович Силаев. Сообщением выступил первый секретарь обкома Алексей Филиппович Пономарёв. Выставочный павильон. Продукция заводов Белгородской области. Кто часто бывал на селе, тот, согласитесь, и в глаза не видел многих выставленных здесь машин, конструкций, установок. Село ждёт их, ждёт этих автокранов, подъёмник здесь делают. Ждёт, пока появится этот универсальный бетонный узел для монолитного домостроения. Ждёт этих коптилок. Для деревни они очень удобны. А эта белка в каждой семье пригодится. Машина измельчает зерно, делает крахмал и фруктовое пюре. А вот фризер для изготовления мороженого. Селу он тоже нужен. Сколько можно возить мороженое из города? Изготовлено уже 1400 таких установок. И все на расхват. Товарищи, я хотел бы обратить особое внимание на всё то, что мы здесь с вами видим и слышим. Вот мне представляется, мы сейчас обменялись вот на короткие мнениями с Александром Владимировичем. Как в Харькове, так и в Белгороде зарождается и складывается новая совершенно система взаимоотношений между городом и селом. Раньше, как вы знаете, это всё строилось на командно-административных методах. Теперь наступает совершенно новый период. Только на базе учёта интересов, экономических интересов трудовых коллективов города и села можно расширять, углублять и повышать эффективность работы города на селе. Вы смотрите, какие взаимоотношения. Фактически обмен продукции идёт. За счёт, в основном, сверхплановой. Это выгодно и тому, и другому коллективу. И причём огромные возможности заложены. Участники совещания семинара побывали ещё сегодня на базе хранения живой прудовой рыбы. Этот объект построен методом народной стройки. Одновременно в его резервуарах содержится 1800 тонн карпа и толстоломика. И эта рыба круглый год есть теперь на прилавках. И цена её постоянная. Ещё один адрес передового опыта – цех по переработке пищевых отходов на корма. Подобных предприятий в области уже 68. За счёт их работы хозяйство получает ежегодно 19 миллионов рублей чистой прибыли. Немалый интерес вызвал и опыт работы межхозяйственного предприятия по производству кормов «Северное». Оно построено всего за три месяца и даёт 10 тысяч гранул в год. Участники совещания побывали сегодня в колхозе имени Дзержинского. Здесь с помощью промышленных предприятий и строительных организаций Белгорода построен крупнейший животноуческий комплекс по производству говядины. С его вводом колхоз, который, кстати, и раньше занимался откормом крупного рогатого скота, сумел всего за три года увеличить продажу мяса государству в 11,5 раз – почти до 3000 тонн в год. А себестоимость говядины за это же время снизилась вдвое. Мы обогатились этим опытом, который мы сегодня смогли увидеть. Увидели, как люди заинтересованы, оказывая помощь в селу и какие от этого имеют результаты. Я думаю, что по приезду на место мы сможем на какой-то новой основе пересмотреть наши отношения к селу. И на той такой мелочной опеке, на шерской помощи, а на более солидной договорной основе оказывать содействие нашим селянам, с тем, чтобы достигнуть общего результата, общего успеха при решении подаводственной программы. Что мы 70 лет брали из деревни, мы сегодня должны вернуть ближайшие 2-3 года, чтобы решить те задачи, которые поставила конференция и 27-й съезд. Потому что через 2 года на отчетах нам скажут горожане наши, что вы не в состоянии сегодня поправить дело. И придут люди другие, которые смогут нас заменить и поправить дело на местах. Поэтому сейчас нужно начинать, секретаря кончая рядовым коммунистам, над этим вопросом работать в решении задач.